Всем приветик! Зрители канала Культурный Кот. С вами Штукенция. И Игроглаз. Сегодня поговорим, сколько стоит поехать в Сочи, в Адлер. Сейчас мы как раз находимся в Адлере. И мы сюда приехали как самостоятельные путешественники. Не по какому туру, а просто купили билет. Заплатили за жилье. Через R&B&B. Да, и кстати, если вы будете тоже арендовать жилье через R&B&B, мы вам под этим видео поставим ссылку, по которой вы можете получить 2100 рублей скидку на первую аренду. Вот нам бы такую, кто поставил. Я просто взял и зарегистрировался. У меня не было такой скидки. Вообще, в Сочи поехать очень дешево. Реально дешево. Дешево именно процесс поездки. Жить там не очень дешево. А вот ехать в Сочи. Наш билет на двоих из Москвы, из Москвы в аэропорт Адлера, стоил 6000 рублей. На двоих? Представляете? В Турцию стоит билет. В Турцию стоит рублей. На двоих такой же билет будет стоить 15-18 тысяч. 13 тысяч. Ну, можно зайти за 13 тысяч. Ну, короче, в 2-3 раза дороже. То есть, в Сочи реально дешево на самолете можно прилететь. Если вы из России, я не знаю, как из других стран, напишите, может быть, вы там из Америки будете лететь. Тогда вам будет, наверное, дорого. Но если по России, вот из Москвы билеты супер. Там всякие льготы есть еще и так далее. И мы думали приехать на поезде. Да. На поезде стоит, там можно плацкартом, а можно и в купе. Купе стоит дороже, чем на самолете. Да, это для любителей поезда. Да. Мы любители поездов, но мы все-таки на поезде ехать целый день, сутки. И ты платишь, в итоге, если хорошее купе, там такое, ну, классное, оно стоит, по-моему, 11 тысяч. Это вот купе такое, типа класса люкс называется. Ну, по сути, оно как бы просто двухместное. Вот. А обычное купе, оно тоже вот, оно сравнимо с ценой на билет на самолёт. Но на самолёте вы летите, там, сколько? Два часа с небольшим. Это очень быстро. Получается, что по билетам Сочи очень дешёвое место. Очень. Прям супер. Наверное, сюда могут прилетать люди на выходные, какие-то праздники, свадьбу отметить и так далее. Мы заметили, что сюда приезжают люди реально на выходные. То есть по будням, с понедельника по пятницу, мы сейчас вот в апреле-майе, тут просто штиль. Очень мало людей, но наступает пятница. И сразу очень много народу появляется. Видно, что это не совсем, не всегда местные люди, а именно туристы. Из Москвы. Московские номера даже бывают. Да, это удивительно. И можно подумать из-за этого, что отдых в Сочи сам по себе дешёвый. То есть, типа, 6 рублей билет, что там вообще халявный, дешёвый отдых на берегу Чёрного моря. Так ли это? Сам процесс отдыха, он дороже, чем в Турции, например. Да. Дороже, чем в Египте, если вы там покупаете чартерный культур. Вообще, на самом деле, Сочи это сказал... Мы в шоке были, мы не знали, мы думали, что, ну, всё-таки это Россия. Должно быть дешёвым. В России может быть дороже, чем в Турции. Да, странно. Но, по факту, вот если вы смотрите, даже банально посмотрите цены на Airbnb. Это аренда квартир. Да, ещё раз, код там внизу у нас под видео. То мы, вот сейчас мы живём в квартире, она стоила 1700 рублей в день. Следующая наша квартира, которую мы сейчас нашли в Красной Поляне, она стоит 1400 в день. 1400. Вот. И можно, в принципе, дешевле найти, но там не будет, например, интернета, там не будет. Общая, например, кухня будет с кем-то. То есть, мы просто очень любим, чтобы все удобства были наши, чтобы ни с кем не приходилось на одном унитазе сидеть. Вот. На самом деле, мы в общагах нажились столько. Да, просто мы уже столько в них жили, что хочется хоть немножко какого-то комфорта. И поэтому, то есть, вот за такие же деньги в Турции можно найти просто шикарные. С гигантскими террасами, какие-то там огромные апартаменты. То есть, за полторы тысячи в Турцию вы будете жить в охрененной квартире с большим своим балконом, со столиком на этом балконе. И, в общем, в Турции всё очень сильно дешевле. Да, и многие, кстати, так говорят, я не поеду в Турцию, потому что там дорого, типа поеду в Сочи, потому что это дешево. И ориентируются вот так вот, типа на билет, на какие-то, может быть, путёвки. Может быть, есть в Сочи вот эти дешёвые путёвки, которые можно купить, санаторий какой-нибудь. Но надо иметь в виду, что там не будет интернета, там будет такой, ну как, довольно совковый сервис, скорее всего, еда, типа так себе. Ну, то есть, это не будет что-то вот такого уровня, как... Цены на еду, они тут дороже, чем в Москве, процентов на 30, на 50. Ну, в шоке были, реально. То есть, вот, просто банально, у меня такой индикатор. Есть замечательный такой зефир в шоколаде. Шармель. Шармель, я его везде, ну, обычно я в Москве уъеб. В Москве он ещё подорожал, он дорожает, скотина. И он такой индикатор инфляции, знаешь. Да. Ну, в Москве его можно купить сейчас там за 140-150 рублей. В пятёрке можно. Тут он стоит 220. На 70 рублей дороже. Вы просто охренели, когда это увидели. Бананы тут тоже там стоят, ну, можно найти подешевле, там, 85 рублей. А так по 100, по 100 рублей. Ну, вот в этом. Мы покупаем в магазине в пятёрке в Москве по 60 рублей бананы. Здесь мы тратим денег, мы уже заметили по нашей карточке, сколько мы тратим денег на еду. У нас просто улетают деньги быстрее, чем в Москве по продукту. Ну, единственное, важно сказать, что мы просто живём в таком месте, где нет как раз этих сетевых магазинов. Тут есть только вот эти обычные маленькие магазины. То есть, если вам повезло, и вы живёте где-то в таком месте. Напротив магнита. В пятёрке, да, пятёрочка, магнит, то там можно что-то купить, и там цены, они примерно, ну, такие же. Такие же, как в Москве. Ну, просто в, да, в Сочи, это, что такое Сочи? В Сочи это 150 километров побережья, которые раньше был отдельный город Сочи, от города Адлер, Хоста. А сейчас их перед Олимпиадой объединили все вместе, чтобы получился город-миллионник. И в итоге, как бы, это всё очень такой искусственный гонгломерат. На самом деле, Адлер – это отдельный город, всё-таки, это не Сочи. А мы даже не в Адлере, по сути, живём. Мы, да, мы сейчас живём в посёлке… В Меретинке. Да, в Меретинке, посёлок Мирный мы живём сейчас. Вот, и тут во многих местах, тут реально нет, ну, или очень далеко, вот эти магазины, типа пятёрки, да. И поэтому… И у тебя рядом с домом какой-то тоже, типа, супермаркет, но в нём цены выше. Да, соответственно, их качество хуже. Я тут травился много раз уже, и, в общем, мы про это расскажем в следующих уже видео. Цены на экскурсии? Если вы цены на экскурсии, смотрите, точно не зависит от того, где вы живёте. То есть, многие объекты можно сходить, посмотреть самим. То есть, взять на Uber или на Яндексе, искать такси, приехать и купить там билетик. Но такие вот цены, где вас возят на экскурсии, это, ну, там, тысяча-полторы. То есть, допустим, из Адлера съездить в Абхазию – это полторы тысячи, где вас там повозят. Посмотрят, посмотрите всякие штуки. Если вы хотите сходить, допустим, в парк развлечений в Сочи, вход стоит… Тысяча-семсот. Да, полторашку. Всё это всё безумное, деньги, по-моему. Для человека. Тут, например, есть какой-то там мост висит, помнишь? Да, вход полторы тысячи. Да, то есть, тут очень всё дорого. Мы офигели, потому что такие дорогие местные, типа, допустим, беспомощности. Я вообще думала, что просто зайти на мост должно быть бесплатно. Вот, ну, или увидеть какой-то природный объект. Ну, 200 рублей. 300 рублей я могу отдать, ну, ты знаешь. Не полторы тысячи. Да, и то же самое, даже вот вход в этот парк развлечений, да, потому что ты отдельно ещё покупаешь, как бы… Каждый билетик ещё на каждое развлечение покупаешь? Да. Странно это. То есть… Здесь реально дорого. Тут всё дорого. Ещё вот… В сравнении с нашим парком Горького, да? Цены на такси, на транспорт. Тут очень чудная система такая. Например, если вы едете из Адлера в Красную Поляну, то там почему-то получается, что стена стоит, типа, 1350 рублей. Фиксированная такая. Хотя ехать туда, вот мы смотрели, это минуту-со. 35 даже. Да, в Москве за такие деньги вы доедете в другой конец Москвы, там, допустим… В аэропорт дешевле. Да, в аэропорт дешевле, с другого конца Москвы. Вот, соответственно, тут очень странные цены. Ну, в целом, как бы, проблема Сочи большая в том, что тут всё… Очень много понастроили трасс, они всё окружают вокруг, соответственно, пешком тут ходить неудобно. Это рай для автомобилиста. Если вы приезжаете на автомобиле в Сочи, вы будете вообще прекрасно себя чувствовать, вам будет всё нравиться. Но если вы пешеход, то вам придется брать такси. Такси, ну, они, вот эти вот Uber, они не очень дорогие. Ну, тут, получается, там, 10-15 проехал, заплатил это тоже, там, 150-200 рублей. Да, и вот так вот каждый день, туда-сюда, туда-сюда. То есть, пешком мне вообще нереально никуда ходить. Пешком нереально доходить. Даже в магазин, по сути. Мы любим ходить. Мы каждый день в Москве, там, ходим больше 5 километров. Для здоровья. А здесь некуда идти, всё перегорожено. А здесь всё перегорожено на шоссе. Из-за этого цены… Единственный способ передвижения – это такси, и, то есть, добавляете к вашему бюджету, ну, стабильно, так вот, типа, 300… Даже если вы не хотите далеко ходить, даже если вы хотите с какой-нибудь линией на море, это там, типа, 300 рублей добавьте, чтобы пешком не ходить вдоль шоссе. А, цены в кафе? А, цены есть в бюджетной столовой, где всегда есть шанс, потому что вы отравитесь. Вот как у меня. У нас есть кафе рядом, называется «Сели-поели». У нас есть на неё обзор на канале «Едаки», это наше кафе. Да. Каждый пятый раз, как я туда хожу, у меня после этого расстройство живут. На двоих там пообедать стоит 650 рублей. То есть, вот, каждый пятый раз, то есть, четыре раза окей, один раз – плохо. Вот, то есть, раз на раз не приходится, есть просто всякие шашлычные кафе и… Средняя цена шашлыка – 100 рублей за 100 грамм. 100 рублей – это дешевая цена шашлыка, 100 рублей 100 грамм свинины, это такой не очень хорошей свинины. Если вы хотите шейху, она будет уже дороже. 200 рублей за 100 грамм. Да. Ну, в целом, то есть, цены в кафешках московские. Да. Можно найти вот такой уличный общепит, ну, как вот наши шавармячные в Москве. Вообще, вот, на самом деле, стоимость жилья в Сочи, она, как в Москве, может быть, чуть-чуть подороже. Да. Страшно звучит, да? Да, звучит. Я думаю, я сюда приеду, и как бы тут будет все дешевле, чем в Москве. Да, мы денег тратим больше, чем в Москве. Сильно. Просто еще аренда жилья. Аренда безумия, да. И еще, например, если вы едете в отель, на меня про отель, больше людей в отеле ездят, мы узнавали стоимость номера 890 рублей в сутки на побережье, на первой линии. Это не в сезон, это в апреле. Нет, это 890, это третья линия какая-то. А, это третья линия. А на первой там 32, наверное, стоит. Вот, это третья линия. В принципе, там можно, наверное, находиться. Тут мы самые дешевые нашли предложения. Да, мы нашли еще самые дешевые. Там них по акции, да. И мы думали, то поехали, но потом мы узнаем, что там интернет со скоростью 1 мегабит в секунду. Мы бы ни одно видео не смогли загрузить. Да, 1 мегабит в секунду, это как бы, ну, можно, в принципе, зайти на новостной сайт. Вы не сможете смотреть видео. Вот, с таким интернетом. Так что, в целом, отдых в Сочи, это дорого. Но тут очень все это хорошо было устроено, на самом деле. Инфраструктура тут хорошая. Но она, в первую очередь, на автомобилистов рассчитана. Да, не на пешеходов. Поэтому, если вы автомобилист, и у вас есть много денег, приезжайте в Сочи. Да. Вам тут понравится. Вот, у нас еще будет много видео про Сочи, про разные аспекты Адлера и так далее. Если у вас есть вопросы, обязательно спрашивайте, задавайте. Мы с удовольствием вам на них ответим. Да. До скорой встречи. И тут, в принципе, ну, как везде, можно найти очень что-то недорогое. Например, мы пошли в заповедник. Тиса Самшитовая роща называется. Да, стоит 300 рублей. И туда вход стоит 300 рублей из человека. Ну, на самом деле, для заповедника это тоже нехило. Да? Ну, окей. Но мы зато зашли туда на целый день, и целый день там тусили, там было клево, здорово. Единственное, там нигде ничего нельзя купить, попить, там ничего, только в конце, в самом, в самой долине этого заповедника. Но там высокие цены. Там высокие цены, да. Вот. То есть, в целом, тут можно найти места, где можно тоже сходить что-то посмотреть, и не очень дорого. Единственное, все, так как Сочи, еще раз, она вот растянута на 150 километров, 150 километров это много. Это как вот 5 Москвы, вот так вот поставить. Раз, два, три, четыре, пять. Друг на другу. Поставить это вот как Сочи. По площади. Вот. Соответственно, цены на транспорт. Дополнительно ваш бюджет по-будовски накладывать. Если вот, ну, наверное, много куда поедешь, потому что когда там едешь в Египет, там тоже пирамиды поедешь, далеко где-то, вот. Но, при общем, если вы приезжаете в какой-нибудь Стамбул, то можно пешком гулять по всему этому Стамбулу и все, кучу всего посмотреть. А тут вам нужно все время ездить на машине, на такси. Поэтому тут очень много таксистов, очень много автомобилей. Вообще, это рай автомобилистов, на самом деле, это место. Спасибо. Да. Увидимся еще. Пока.